Перед стартовой игрой Евро-турнира Спартак провел два официальных матча за три дня. Причем и в чемпионате с Динамо, и в кубке с Ностой красно-белые демонстрировали исключительно крайние проявления своего фирменного стиля. Оборонительные недочеты Спартака волнуют всех каждый год, но проблема на самом деле в гармонии игры, которая как раз в защитной фазе и хромает. Зато новички атакующей группы, похоже, уже достаточно прицелись друг к другу. Калиниченко стал самой заметной фигурой дебюта. Сначала украинец взвесил мяч на ноге и отправил его над перекладиной, а вскоре его силовой рывок в поддержку атаки привел к первому голу. Комбинация выдалась многолюдной, с двумя заходами на цель, между которыми Робсон почему-то хотел вынести мяч из штрафной. Оборона красно-белых выдавала холостые щелчки после длинных на 30-40 метров передач Динамо к штрафной. Медведев получил свой шанс после легко выигранной борьбы в воздухе. У Филимонов ловил мяч лежа. Стандартные положения, еще один пунктик чемпиона. В то время как в атаке все удачно используются диагонали и навесы, в вороне борьба с угловыми и штрафными требует от защиты постоянного надрыва и подвижничества. Гусев появлялся в любой точке поля и делал как раз то, что Спартак больше всего не любит. Его острый и передачный пятачок перед воротами отсекали Филимонова от защитников. И счет сохранялся только из-за неточности динамских нападающих. Преодоление центра поля простым пасом над главами хавбеков, несомненно, было удачной газаевской находкой. Каждая такая передача приводила к острому моменту. Когда Гусев оказался на месте центра форварда, помешать голу мог только промах. В следующем эпизоде правый крайний динамо переместился на более привычную позицию. Игол вне всего передачи комфортно бил в упор. Вердые быи нащупали верную модель атаки и эксплуатировали ее до самого перерыва. Во втором тайме Спартак сразу же организовал еще один гол. Комбинация была навеяна динамо с постелистикой первого тайма. Щеголев с свободного послал мяч к страхной, внутри которой пересеклись пути Робсона и Гриши. Тумулович не ошибся с углом, но оттолкнулся от газона с некоторым опозданием. И 0-2 после удара Парфенова. После этого динамо нашло силы на 10 минутку форсированного режима игры. На 61-й минуте Гусев исполнил штрафную слева, а Спартаковцы неразумно сгрубились перед воротами. И Гогниев, Хаусе, Рикошетов улучшил момент для удара 1-2. А к 70-й минуте счет вообще сравнялся. Гришин без особых дриблинговых изысков обогнул защитников, как тренировочные манекены, и пробил мимо Филимонова в дальний угол. 2-2. Спартак готовил свой ответ не более полуминуты. Безродный забил сильным ударом головы после точного флангового паса справа. И раскрепостив себя, Спартак начал штамповать атаки сходу. Маркао постоянно уходил на большую глубину, а испускал оттуда торпеды своих передач. Титова подержал в быстром отрыве Тихонов, но в пустые ворота не попал. Однако на последней минуте похожая коллективная контратака со все тем же Маркао в роли Коренова завершилась гола. Штолцев разобрался с Гусевым, положил Тумиловича на траву и Писарев забивал уже в пустые ворота. 2-4. У Кристофа Даума, который сидел на трибуне Динамо, наверняка сложилось противоречивое впечатление от игры.